Роботы, 3D-принтеры, электронная образовательная среда, мобильные приложения и онлайн-методички. Все это уже применяют в детских садах, школах, колледжах и вузах. Самые передовые технологии собрали на Международном салоне образования в Уфе. Наш город на выставке представил детский технопарк Талтекстер Томасского филиала БашГУ. Совершенно замкнутый цикл механизмов, которые работают без участия человека. Естественно, при предварительном, хорошем, слаженном механизме действий нашей команды. Мы производим модель, замкнутую модель работы «Чистый город». Это автоматизированная экология будущего глазами юных инженеров. Представлены образцы, не игрушки. Модели и инновационное программное обеспечение разработаны сотрудниками детского технопарка Талтек СФ БашГУ. Специально для обучения детей и педагогов робототехники. В ближайшие годы это одно из самых востребованных направлений в образовании. Роботы – это как сверхразум. Они могут разговаривать уже. Возможно, в будущем они как-то будут заменять людей. Робототехника, она, мне кажется, сейчас очень популярна, потому что сейчас все роботизировано. Профориентация на инженерные специальности со школьной скамьи. Такую задачу ставят себе педагоги Стрельдамакского вуза. В технопарке Талтек СФ БашГУ сейчас занимаются 200 детей. Электроника и мехатроника, программирование беспилотников, 3D-моделирование. В следующем году мы запустим уже нейронные сети. Вы знаете, что это интеллектуальные системы, которые способны самообучаться. Создавая какую-то высокую интеллектуальную систему, эта система все-таки должна причиняться человеческому разуму, а не быть доминантой. Веб-разработку, искусственный интеллект и IT-предпринимательство будут изучать резиденты бизнес-акселератора «Лифт» под руководством Рустама Салаватова. Для этого на базе технопарка создадут каворкинг-зону. А практические навыки участники отработают на факультете математики и информационных технологий на специальных практикумах. Один из таких – городской хакатон, уже прошел в Стрельдамакском филиале «БашГУ». По его итогам 15 студентов и школьников отправятся в Сочи, где в течение трех дней будут создавать продукты на основе технологии блокчейн. Зарема Фридман, Екатерина Кирилова, Максим Горезеев, Рустам Салаватов. Уфа Стрельдамак. Служба новостей.